Что касается закрытия журнала «Флирт», даже не столько закрытия, а сколько уголовного преследования основателей, создателей этого журнала, я считаю, что это система двойных стандартов. Проституция — это древнейшая профессия, не для кого не секрет. Во многих странах европейских она законна, деятельность занятия проституцией законна, где-то регулируется. На мой взгляд, мое субъективное мнение, что ее и в нашей стране нужно узаконить, потому что здесь есть очень серьезная положительная социальная составляющая, потому что не все лица как мужского пола, так и женского могут удовлетворить свои сексуальные потребности. И порой вот это напряжение перерастает в определенные психические расстройства, что впоследствии выливается в совершение уголовных тяжких преступлений, я свидетель тому, то есть я наблюдаю сводки криминальные и так далее. Кроме того, есть такой контингент, как инвалиды, которые тоже, естественно, им нужно каким-то образом удовлетворять свои сексуальные потребности. И в Европе, в отдельных странах, я, кстати, изучал законодательство, связанное с легализацией проституции в разных странах и действия граждан этих стран в зависимости от законов. Я знаю, что наиболее лояльное законодательство, как ни странно, оно в Австрии, также в Германии это легализовано. Ну, понятно, что все знают Амстердам, Голландию. В таких странах, как Италия, это незаконно. И поэтому итальянцы, они путешествуют чаще всего в Австрию, есть очень качественные заведения Вена, Зальцбург и ряд других городов австрийских, которые предоставляют эти услуги на высшем уровне и происходит медицинское обслуживание непосредственно участниц этого бизнеса и так далее, и так далее. В нашей стране проституция есть, была и будет всегда. И вот эта вот система двойных стандартов, когда начинается охота на ведьм, преследование вот этого журнала FLIR, громкие задержания и так далее, на мой взгляд, это не совсем правильно. Надо либо бороться, либо не бороться. И опять-таки нужно, может быть, в какой-то себе громко сказано, спросить мнение граждан страны. Конечно же, не референдум проводить по вопросу проституции, а может быть, да, почему и нет. Здесь важно преследовать вовлечение в занятия проституцией, жестко карать вовлечение в занятия проституцией несовершеннолетних. А все остальное, в общем-то, ну, все люди взрослые, каждый выбирает профессию себе, и лично я против этого ничего не имею. А когда начинается преследование, что касается вот журнала FLIR, я боюсь, что здесь будет такой показательный процесс, когда ряд создателей этого журнала привлекут к серьезной уголовной ответственности, натянут вот эти вот статьи. Я вот, кстати, против того, чтобы была какая-то натяжка. И на этом все закончится, а другие какие-то так называемые кланы, которые держат бизнес, будут спокойно существовать. Возможно, это некая конкурентная борьба, я тоже не исключаю. Вот, наверное, долго. Давайте немножечко продолжим как раз. А вот слышалишь, да, о планах введения ответственности за пользование проституцией в России? Да. Как относитесь к этому? То есть, вот, ваше личное мнение хотелось бы услышать. Ну, вообще, введение ответственности... Давайте начнем вот с чего. Ну, продолжим, это будет одним кусочком, да? Да. Что касается планов по введению ответственности... Вот так вот, да? Да. Что касается планов введения ответственности потребителя интим-услуг, то я считаю, что я, во-первых, ярый противник вот такой ответственности, потому что там будет большое количество злоупотреблений. Злоупотребление и провокация, это первое. Второе, если будет введена эта ответственность, и, соответственно, государство признает свое бессилие в борьбе с проституцией. Потому что, если невозможно побороть проституцию, и она организована, и там есть, конечно же, финансовый ресурс, то тогда начинают бороться непосредственно с потребителями этих услуг. Кстати, вот в Италии не смогли побороть бизнес, связанный с подделкой брендов, и стали бороться с потребителями, что, на мой взгляд, не совсем правильно. При этом я крайне сомневаюсь, что будет введена такая ответственность за именно потребление интим-услуг для пользователей. Очень сильно сомневаюсь. Это необходимо будет менять большое количество норм права регулировать. Я думаю, что это ряд популистических высказываний разных представителей законотворческой деятельности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова